Значит, начинаем. Ребята, всем привет. Коллеги, всем добрый день. У нас сегодня с вами такое внеплановое обучение, но оно очень важная тема, о которой сегодня мы поговорим, это как переводить клиентов на годовую подписку. И знаете, я хотела бы, что в этом вебинаре, скажем так, задать какую идею, какую философию. Мне хотелось бы, чтобы в нашей компании все партнеры, все дистрибьюторы научились работать именно по такому принципу с клиентами. Это когда все наши клиенты оплачивают именно годовую подписку. Такая хорошая традиция. Так как клиенты у нас подключаются всегда в любое время года, то, понятно, мы, может быть, даем им возможность как-то оплачивать помесячно, но декабрь – это отличный месяц для того, чтобы сказать всем клиентам, что давайте мы оплатим уже следующий год, и вы спокойненько будете работать, не отвлекаясь на какие-то вот подобные процессы, связанные с обслуживанием программы UDS. Поэтому в декабре мне очень нравится эта идея, что мы можем сказать, давайте один раз в год работать, да, то есть один раз в год закрыли сделку и работаем дальше. Вот, поэтому, если вам это тоже нравится, пишите, пожалуйста, в чат плюсики. С кем мы не знакомы, коротко представлюсь. Меня зовут Юлия Рыжакова. Я являюсь партнером компании Global Intellect Service уже более четырех лет. В статусе директор третьего уровня, sold out. Я маркетолог и специалист по настройке программы лояльности нашей, именно, да, именно UDS. Сейчас вхожу в состав совета, высшего лидерского совета и совета по продукту. Ребят, сегодня есть много о чем поговорить. Казалось бы, да, все и так понятно, что это очень выгодно, если клиенты оплачивают годовую подписку. Но я хотела бы вам с вами сегодня поделиться просто таким опытом, что делаю я, да, чтобы у меня очень много клиентов на годовой подписке, вот, и какие есть, скажем так, выгоды для клиента, о которых, возможно, мы не говорим, а то есть они не так очевидны. Но сегодня я вот вам их продемонстрирую. Итак, начну с того, какую же выгоду получаем мы как партнеры компании, когда у нас клиенты на годовой подписке. Это у нас первое. Конечно же, клиенты больше замотивированы работать с продуктом, да, то есть когда у них такой фокус на дальнюю дистанцию, то, конечно же, они уже строят планы по работе с UDS прямо на год вперед. То есть это может говорить о таких хороших стабильных намерениях клиента, вот, и, соответственно, для нас это тоже можно считать уже такой постоянный и действительно серьезный клиент. Конечно, это регулярные постоянные деньги, которые приходят стабильно с абонентской платы. Гораздо выше в данном случае, если клиенты на уже годовой подписке, то это переход в партнерство, когда у нас клиенты на про-тарифе, да, то есть подписку годовую мы можем оплатить, когда уже лицензия куплена. Либо сейчас, вы знаете, уже есть возможность на лайт-тарифе тоже оплачивать годовую подписку, и в этом случае переход на полную версию продукта, он тоже гораздо выше, так как у клиента уже оплачена абонентская плата, ему только нужно будет приобрести потом лицензию. И это куча сэкономленного времени. То есть вот представьте, да, у меня там примерно 25 активных клиентов на сегодняшний день, там, плюс-минус. И если каждый месяц я буду заниматься тем, что напоминать клиентам об оплате и следить, контролировать, а все ли сейчас активны, то это будет, ну, практически каждый день у меня отнимать какое-то время. Поэтому здесь понятно, что нам очень удобно, когда у нас уже все клиенты стабильные. Ну, и меньше вероятность оттока тоже, об этом уже сказала. И теперь поговорим о тех причинах, о тех выгодах, которые есть для клиентов, которые вы можете озвучивать им. И здесь я хочу, конечно, сказать вам о том, что для каждого клиента есть своя причина. То есть каждый, скажем так, это разные триггеры. И вот эти триггеры, мы сейчас по ним пройдемся. Я набросала 8 таких причин, по которым клиентам быть выгодно на годовой подписке, и о которых вы с ними можете вести разговор. То есть с одним клиентом важно обозначить вот такой момент, а с другим клиентом другой. Когда я сейчас это буду рассказывать, я думаю, что вы сами увидите, будете даже, можете уже писать. У меня есть такой клиент. То есть в чате, когда, например, это прям вот эта история про вашего клиента, вы можете сразу отписываться. Первое – это финансовая выгода. Ну, вы ее и так знаете, да, то есть два месяца в подарок. Здесь никаких, скажем так, сюрпризов нет, и многие клиенты слышат о такой возможности. Я докручиваю, усиливаю данную, скажем так, данный профит тем, что я перевожу эти деньги в рубли. То есть экономию 60 долларов я называю, что это… Потому что 60 долларов сразу не ассоциируется какая-то сумма. Если мы говорим о клиентах в России, если ваши клиенты в других странах, переводите на свою валюту и называйте эту сумму. То есть, например, в рублях я говорю, 5000 рублей вы сэкономите. Зачем вам переплачивать за программу 5000 рублей в год, ну, даже в год? То есть лучше ребенку свою, ну, какую-нибудь купите там игрушку или какую-то, не знаю, порадуйте, да, свою семью чем-то. И когда покупается лицензия, то, наверное, вы знаете, что в первый месяц, если мы продаем за 900, то у клиента есть первый вот этот месяц, он тоже идет бесплатно. Ну, как бы он не бесплатный, он, получается, вшит в стоимость лицензии. Поэтому при единоразовой сделке 900 плюс 300 у клиента будет целых 13 месяцев уже оплаченной абонентской платы. И поэтому я также точно еще докручиваю, говорю, вы вообще на 13 месяцев забываете о подписке, и только с 14 у вас останется уже там ежемесячный платеж по 30, но так как вы сами видите, что лучше оплачивать годовую, то есть через 13 месяцев, а также опять оплатите 300. То есть вот таким вот образом я презентую именно финансовую выгоду. Есть клиенты, которым очень важно, и особенно если у ваших клиентов есть большие уже базы, у которых покупателей там несколько тысяч, 10, 15, 20, 30, да, у нас сейчас есть рекордные там и по 150, и по 200 тысяч клиентов, то, конечно, таким своим уже предпринимателям вы можете говорить о том, что, смотрите, вашей бонусной картой владеет, там, например, 10 тысяч человек, это ваши клиенты. Когда они захотят найти вас в приложении по каким-то причинам, уточнить что-то, написать какой-то, задать какой-то вопрос, посмотреть, как вы работаете, позвонить вам, да, то есть и вас в приложении при, скажем так, каком-то небольшом перерыве, я встречала прям такие примеры, почему я всегда подмечаю у клиентов эти истории, чтобы потом зацепиться за вот конкретно этот факт и ему сказать, а помните, у вас вот такая была ситуация, и люди там писали в директ в Инстаграм, где, куда пропали вы из UDS, я там не могу вас найти в UDS. Поэтому, кроме того, что свои клиенты могут на несколько часов или на несколько дней вас потерять, если у вас, например, помесячно оплачивается, да, и бывает так, что выпал там день недели дедлайна подписки на выходной день, и вы забываете оплатить и уже занимаетесь этим только в начале недели. Так вот, в этих случаях тогда еще и 11 миллионов человек, которые бы могли в этот момент присоединиться к вашей компании в агрегаторе, они тоже не имеют эту возможность, то есть вы сами себя лишаете возможности к вам обращаться, делать у вас покупки, либо стать вашими клиентами. То есть это вот еще один такой важный момент. Третья ситуация, о которой тоже мы говорим, то есть я также рассказываю, что в случае, когда у вас, то есть когда вы на годовой подписке, вы вообще спокойно, у вас приложение 24 на 7 работает, да, каждый день, там, 13, 12, 13 месяцев. Но если вы также, например, пропадаете, и в эти периоды приходят клиенты сделать покупки и хотят воспользоваться как по аналогии с дисконтной карты, да, с своей скидкой и не могут этого сделать, это вызывает волну прям, ну, такого раздражения и негатива. То есть покупателям не нравится, когда он приходит, и его бонусная карта не активно не работает по причине того, что это вы просто не оплатили использование программы. Поэтому не допускайте таких ситуаций, чтобы вот это исключить. Давайте мы сделаем сразу оплату на год и забудем про вот такие моменты, то есть они вообще не как бы вас не касаются. Еще один, все очень тесно взаимосвязано, но еще один фактор. Если, может быть, даже в этот момент не происходит каких-то покупок, когда вы, например, выпали из системы, да, но в это время может быть такая ситуация, что ваш клиент хотел вас порекомендовать, а вы недоступны, ну, то есть вас нет в приложении. Соответственно, реферальная ссылка не работает, и клиенты к вам тоже не могут никак присоединиться. То есть вот в тот момент, когда у вас, вы всегда находитесь в рубрикаторе, то ваша клиентская база в любом случае, вы сами это уже как партнеры видите, что происходит у наших клиентов, да, база систематически пополняется. То есть каждый день в любой компании добавляются новые клиенты. И если вас там нет 2, 3, 4, 5 часов, 5 дней, то вы себя тоже этой возможности лишаете. Еще одна история, которая мне тоже дала повод говорить об абонентской плате, это был такой случай яркий, показательный. У меня есть клиенты, у них кондитерские и магазины сладостей. И вот основной, скажем так, повод купить их продукцию – это день рождения. И, конечно же, мы заточили сразу поздравления с днем рождения, заранее там подарили, дарим баллы клиентам для того, чтобы они могли заказать торт. Либо заранее заказывать на заказ, да, либо уже там приобрести готовый. И, конечно же, это прям хороший повод, когда мы можем опередить всех конкурентов, сделать поздравления, например, там за 3 или за 5 или за 7 дней, и с большой вероятностью торт будут, именинник торт закажет или купит именно здесь. И вот в данном как раз примере у клиента абонентская плата закончилась, и его не было в 3 или 4 дня. После того, как они восстановились, то есть сделали оплату, клиенты, несколько клиентов написали, что мы не получили поздравления с днем рождения, там база большая. Вот. У меня типа день рождения, вы говорили там какие-то бонусы, но у меня не было бонусов. Вот. И он у меня задает вопрос. Юль, а почему они не поздравлены остались? Я говорю, потому что вы на несколько дней выбывали, а в этот момент система, ну, она не работает, все. То есть невозможно, да, чтобы там пуш-уведомление ушло от вашего магазина. И поэтому вот у вас, получается, я зашла и посмотрела, какое количество клиентов, там больше 20, они остались без поздравления. Его это прям сильно впечатлило. Он говорит, ой, я просто этого не знал, все, я теперь понял, как важно, чтобы мы всегда, в общем, были оплачены, активны. Я говорю, поэтому вот годовая – это лучшее лечение, лучшая профилактика всех таких историй. С чем он согласился и годовую абонентскую плату, естественно, оплатил. Вот. А кросс-маркетинг тоже имейте, пожалуйста, в виду и рассказывайте об этом своим клиентам. Что клиенты, которые выпадают, особенно вот, ну, если вы предлагаете, просится прям новичку, клиенту, который еще не принял окончательного решения, может быть, только один месяц оплатил, или тем более на лайте, ой, не на лайте, простите, на триале, да, то есть на 7 дней. Вот я видела очень много, к сожалению, не очень таких приятных историй, когда в кросс-маркетинг вступает вот такая компания, ну, скажем так, пока что нестабильная, и выдаются, либо она выдает сертификаты другой компании, либо выдаются ее сертификаты, и потом клиенты, их получившие, пользователи, да, хотят обратиться в этот бизнес, а там не работает UDS. Поэтому вы можете говорить о том, что для кросс-маркетинга, если вы там подбираете партнера своему клиенту, то вы можете обозначить просто сейчас есть, действительно есть компании, которые отказываются, кроссятся, если данный участник, то есть другой бизнес, если у него негодовая подписка, потому что это риск, да, риск, что, может быть, вы там через месяц не оплатите абонентскую плату, и клиенты тогда останутся без этих сертификатов, то есть не смогут ими воспользоваться. Соответственно, нам придется стыдиться за вас, да, краснеть, скажем так, за вас, поэтому мы не хотим ввязываться в такую ситуацию. Так что для кросс-маркетинга я бы сейчас озвучивала прям такое правило, то есть кроссится, если, ну, по крайней мере, своим клиентам, я тоже так говорю, что для кросс-маркетинга важно, чтобы ваш партнер был на годовой, чтобы не было каких-то конфузных ситуаций. Ну и седьмая причина – это то, о чем вы уже сами видели в наших рекламных каналах, в Инстаграм-канале, в Телеграм-канале, это у нас сейчас акция с абсолютно новым продуктом, о котором вчера говорил Вячеслав на своем вебинаре. Это рекламная возможность в приложении, это баннер, то есть бесплатный баннер с рекламной кампании, по которой клиенты многие спрашивали, будет ли это кликабельным баннер. Конечно, будет, и подписка по этому баннеру в клиентскую базу, она тоже есть. Поэтому осталось, ребята, здесь только две недели для того, чтобы ваши клиенты могли уже бесплатно потестировать данный рекламный продукт внутри нашего агрегатора, внутри нашей платформы. Возможно, то есть то, что бесплатно, конечно, тут нет там прям каких-то, не знаю, обязательств, гарантий и так далее, но, возможно, у некоторых клиентов сейчас эта история выстрелит очень круто, и это ваши будущие деньги, потому что в дальнейшем, возможно, эта компания будет покупать баннер на постоянной основе. И так как вы помните, вчера озвучивали мы, что 30% идет партнеру со стоимостью баннера, то, кстати, на следующем слайде стоимость, я уже скажу, сколько это будет стоить, если это сейчас не приобрести бесплатно. Цена данного удовольствия после Нового года будет следующей. Одна неделя – это 100 долларов, и один месяц размещения на данном баннере – это 200 долларов. А по акции у нас это сейчас бесплатно. То есть вы можете говорить, что вы получаете экономию в 60 долларов и плюс еще подарок на 100 долларов, то есть 160, то есть оплачиваете 300 и получаете 160 профита. И вот эту возможность сейчас ее обязательно нужно клиенту рассказать. Так, и восьмая причина – здесь это сугубо, сугубо, секундочку, звук, сугубо субъективные факторы, которые… но это работает. Я этим зачастую пользуюсь. Это называется личные отношения. То есть если вы с клиентами выстроили личные отношения хорошие, то у вас есть прекрасная возможность и к ним обращаться с просьбой сделать эту оплату именно сейчас, то есть до Нового года, например. Потому что мы почему-то считаем, что нам необходимо просто обязательно что-то аргументировать, показать какую-то выгоду, дать какие-то плюшки. Не всегда это клиенту важно. Иногда клиент просто хорошо к вам относится и просто ему приятно помогать. Вы же сами знаете, что есть такой мотив просто помочь, если тебя об этом попросили. И здесь есть, конечно же, на этот счет много, скажем так, разных этических моментов. Я их сейчас тоже вам, скажем так, проясню. Если вы за собой знаете, что вы для данного клиента выкладываетесь и выложились в работе с ним и с настройкой, например, программы для него на 100%, то есть вы ему, не знаю, подобрали внедренца, сами его консультируете, очень много ему там чего-то разъяснили, какого-то результата уже там вместе добились и так далее. То есть если вы понимаете, что клиент сам это знает и ценит это, то вы можете абсолютно иметь полное моральное право его просто попросить сказать, слушайте, у меня сейчас, вот здесь я там перечисляла разные причины, просто там можно сказать, у меня там все сроки горят, у меня конец года, у меня отчетный период, у меня конец месяца, там мне очень важно, я там участвую в каком-то рейтинге или там в конкурсе среди наших других дистрибьюторов, я хочу там выиграть какую-то номинацию, то есть вы можете любые сказать ему, скажем, ну, привести любые доводы, да, и ему будет понятно, почему это важно для вас, и, конечно же, плюс вы дальше там расскажете, что, смотрите, вы от этого, конечно, выигрываете вот это, вот это, вот это, ну вот, и сейчас это крайне важно для меня. То есть можно обращаться с такой просьбой абсолютно спокойно, и клиенты нормально абсолютно на это реагируют. Дальше я вам покажу примеры переписок, где как раз вот данный инструмент я использую. Если, конечно, вы чувствуете, что, ну, не до конца прям такая вот какая-то есть тесная связь, да, то вы можете от себя предложить какие-то пряники, то есть, например, сказать, смотрите, вот это, вот это, вы получаете там какие-то выгоды от компании, вот почему мне это важно, чтобы вы это сделали, но я еще от себя, то есть лично там не от, не за счет разработчика, да, а лично от себя вам готов еще какие-то там дать свою помощь, да, или там какие-то, скажем так, удобства в работе, может быть, я не знаю, приезжать там, забирать у него оплату наличными или еще что-то. Вот один из примеров, я, так как у меня вот есть своя компания, и вы знаете, там много делаем полиграфии, брондируем клиентов, я некоторым клиентам говорю, вы там получите лично от меня, я вам подарю там 3 или 5 тысяч бонусов на полиграфии, на разработку дизайна, то есть просто это бонусы от моей компании, это не деньги, это не скидка, это не демпинг, это бонусы на получение каких-то там услуг. Либо я еще имею такую привычку, тоже берите на заметку, я очень часто собираю какие-нибудь интересные лайфхаки, такая вот копилка у меня есть отраслевых различных интересных идей, которыми я щедро делюсь со своими клиентами. То есть вы, наверное, тоже в Инстаграм, в социальных сетях видите, какое большое количество идет таргетированной рекламы, где ты просто оставь контакт, и мы тебе там дадим какой-нибудь чек-лист, какое-нибудь руководство полезное, и они в основном заточены на определенную сферу бизнеса. То есть либо для кафе-ресторана, либо для медицины, или еще что-то, какие-то скрипты. Мне ничего не стоит. Я-то знаю, что если оставлю контакт, мне не будут пытаться эти компании что-то продавать, мне там ничего не надо, но я получу какой-то интересный документ, который могу дать своим клиентам. То есть вот постоянно я этим занимаюсь, то есть подхватываю какие-то классные вот такие вещи, и потом своим клиентам дарю, потому что у них, у данных бизнеса это просто лид-магнит, вот, а я этот лид-магнит забираю и потом дарю своим клиентам. Либо подсказываю какие-то разные идеи, что можно еще сделать, и в том числе сделать это в комбинации с UDS. Вот таким вот образом, да, я веду диалог со своими уже клиентами, и, ну, клиенты на самом деле тогда благодарны, без проблем делают оплату подписки годовой, и только счастливы и рады от этого, да. Какие у меня есть еще некоторые такие фишки, секреты, да. Лучше всего это звонить, то есть звонить, конечно, это идеально, когда вы, когда вам клиент может сразу сказать определенные причины, что вот сейчас я там, например, не могу, или у меня там вот это, или наоборот, там, послушать просто, да, то есть вы узнать можете там, как у него сейчас дела там в компании, вот, то есть, конечно, живое общение – это лучше всего. А если вы знаете там с клиентом, и ему не всегда удобно, и вы там очень заняты, я использую, конечно, голосовые сообщения, то есть постарайтесь их делать не какими-то там пятиминутными, буквально там до одной минуты максимум голосовое сообщение, то есть я сбрасываю информацию и комментирую голосовым сообщением. Вот, я там в некотором прям в шутку говорю, у меня бомба новости для вас, давайте созвонимся. То есть иногда я сначала делаю, это называется трейлер-анонс, да, то есть пишу, например, в социальных сетях, там, в мессенджер, я говорю, вот такая-то у меня там бомба новости, надо созвониться. Клиент уже в предвкушении ждет. И когда я уже ему набираю, он уже в хорошем настроении, ну, что там Юля рассказывает. Иногда я как раз-таки подлавливаю такие ситуации, которые случались у клиента, например, что его там вот не было несколько дней, а в этот момент были какие-то ситуации с покупателями. Я звоню и говорю, слушайте, помните, у нас вот такая-то была ситуация? Он говорит, да, помню. Я говорю, вот я вам уже, наверное, говорила еще раз сегодня, просто хочу сказать, чтобы этого избежать, очень удобно сделать годовую. Почему я вам сейчас об этом звоню и рассказываю? Потому что сейчас у нас акция. Потому что это декабрь. Потому что это для вас выгодно. Вот, и так далее. Есть клиенты, с которыми нельзя, вот, знаете, давить. Ну, то есть их как бы... То есть лишний раз лучше там не, скажем так, не сильно там мотивировать как-то, да. И я абсолютно ровно пишу сообщения. Добрый день, Иван. Допустим, да. Я просто сообщаю, а вы подумайте. Кстати, про акцию забыла сказать, про баннер, который сейчас можно получить. Вот есть, вспомните, пожалуйста, своих клиентов сейчас, которые вам говорили, а как мне быть выше в рубрикаторе, а как мне быть выше в топе, ну, быть самым там в топе. Вот этим клиентам вам нужно позвонить в первую очередь, сказать, а помните, вы спрашивали, у нас наконец-то теперь есть такая возможность, и я вам сейчас расскажу, какая у нас вообще там бомбическая сейчас есть новая тема. Мы наконец-то начали делать рекламу в приложении, и теперь вы можете быть вообще там номер один. Давайте расскажу. Кроме этого, еще это и бесплатное для вас может быть. Вот. То есть вот такие вспоминайте эти ситуации. Это повод для того, чтобы звонить. Используйте побудительные глаголы. То есть некоторым, есть у меня такие клиенты, с которыми мы там в таких хороших уже отношениях, и я прям пишу, оплатите годовую подписку. Напоминаю, нужно оплатить годовую подписку. То есть использую повелительное наклонение, да, и побудительные глаголы. Есть еще такой термин call to action, то есть это призывы к действию. Это какой-то обязательно тоже глагол, что сделайте, да, вот это и вот это. Использую фразы часто. Я рекомендую, то есть смотрите, почему я это вам рекомендую. То есть рекомендую – это самое такое, ну, наверное, то есть убедительное, это ваше личное отношение, то есть к тому, почему это все нужно сделать. И еще я говорю, надо брать. Смотрите, какая есть возможность. Вот это, вот это, вот это вы выигрываете, надо брать. Ну, и тоже все это с юмором. Я стараюсь в таком хорошем настроении всегда вести этот разговор. Не дрожу, не переживаю, а наоборот говорю, слушайте, это вообще кайф. Вот это вот самое важное, вот это самое лучшее предложение для вас. И один еще момент, о котором сейчас тоже расскажу. Если у вас клиенты на рассрочке или аренде, прошу прощения, то вы понимаете, что с данными клиентами вроде бы как речь о годовой, ну, сложно заводить, потому что они еще не приобрели за 900 программу, да. И, соответственно, вроде бы как там предлагать им годовую, получается, что нужно предложить и покупку программы. Но это называется в продажах, может быть, тоже когда-то вам попадалось, это называется сделать попытку сделки. То есть всегда пробуйте сделать попытку сделки. То есть чем больше вы будете с клиентами проговаривать возможность... Сейчас, секунду, болею просто. Чем чаще вы будете вести диалог о тарифах, тем и больше разговаривать о математике, то есть сколько какой тариф стоит, какая разница в тарифах, да, где вы выигрываете, какая математика, тем быстрее клиент приобретет программу и уже у него будет вшита идея, что именно с годовой. То есть ведите вот этого клиента, ведите поэтапно, но не думайте, что он, знаете, там полтора года у вас платит по 100 долларов, и вот он, ну, как бы когда-нибудь заметит, что он столько переплатил и купит программу и оплатит годовую. Нет, потому что я помню, Александр Кудымов у нас использует такое выражение, он всегда говорит, если вы будете об этом говорить, это будет, если не будете об этом говорить, этого не будет. Вот такой простой вот принцип. Поэтому заводите разговор, то есть вы можете, вы же не знаете, какое сейчас, там, какие обстоятельства сейчас у этой компании, у этого клиента. Звоните, говорите всю ту же самую историю, что сейчас акция, что почему выгодно, а он говорит, так, а у меня же вот, ну, там, такой-то тариф, да, у вас такой-то тариф, давайте мы сейчас, я вам расскажу и распишу всю эту математику. А, и он начинает задавать вопросы, а если так, а если так. И вы уже расшифровываете все варианты по тарифам для того, чтобы клиенту стало понятие. Ну, и, конечно, здесь, пожалуйста, не переусердствуйте, потому что можно, знаете, передавить и, скажем так, если вы там ошиблись с эмоциональным интеллектом, если пока не на высшем уровне, да, то вы можете просто там, как бы, клиента немножко раздражать, и, скажем, он психанет, и там вообще взаимоотношения остынут немного, да, поэтому не переусердствуйте. То есть попытки делайте, но не переусердствуйте. Теперь примеры. Примеры. Так, это я вам просто показываю скриншоты переписки с клиентами. Я четко расписываю, где, на каком сейчас этапе находится клиент по поводу тарифа. То есть есть у меня там Давид, я ему пишу, Давид, у вас из такой-то суммы погашено вот столько-то месяцев, значит, остается остаток вот такой-то. Поэтому вот так, смотрите, сколько остается сумма за погашение лицензии и сумма за годовую подписку. То есть я посчитала то, другое, и пишу, какая сумма к оплате, да, например, там 60 тысяч рублей. Вот, далее я пишу, из чего складывается экономия. Экономия. Пишу, вот, два месяца в подарок, там, что-то там, не помню. А, то, что он не будет переплачивать за рассрочку в рассрочке, потому что есть переплата 20 долларов каждый месяц. И от меня вот эти там 5 тысяч бонусов на услуги по дизайну. Всего профит вот такой-то. То есть вам надо заплатить вот столько, а вы сэкономите вот столько, да. А если сейчас еще баннер приплюсовать, то будет еще плюс там 100 долларов. Все это расписала и говорю, я от вас жду положительный ответ. Вот, прям жду положительный ответ. Вот. И пишу дальше, что для меня это сейчас очень важно для моих там результатов личных. Все, клиент написал, я постараюсь. Дальше проверили все, он уже оплатил. Я говорю, спасибо большое, Давид, я вам очень благодарна. Клиентов, которые вас выручают, вы, пожалуйста, не забывайте про них и чаще потом звоните этим клиентам. То есть чтобы не было такого эффекта. Клиент заплатил, а вы потерялись, да. То есть поддерживайте дальше с ним связь. Вот. Тут тоже напоминаю, что пришло время платить годовую. Клиент пишет, ой, забыл, ой, не рассчитывал. Я говорю, вот оно, побудительное наклонение. Бери так же на год. То есть у него в прошлом году была годовая подписка, и в этом году, говорю, бери так же на год. Уточняет сумму. Я говорю, да, вот сумма. И дальше пишу, вы видели, наверное, да, вот эти пять причин платить годовую, там, или шесть причин, которая у нас была в канале. То есть просто скидывают, как будто бы это из канала сообщение, и ему, говорю, вот как раз посмотри. Он еще раз читает, говорит, да, надо брать, пока доллар упал. Кстати, всегда тоже обращайте внимание на курс доллара. Вот, закидывает деньги на баланс, все, и там что-то уточняет. Сделали оплату. Я говорю, ну, все, отлично. Говорю, видишь, минус 11 лишних движений в год. Вот, все, пошутили, посмеялись, оплата проведена. Этот пример, где клиент пока не оплатил годовую, но мы как раз-таки поэтапно с ним ведем-то. То есть он уже почти там полгода платит по 100 долларов. Я ему говорю, что вам, Антон, будет выгоднее, если вы разово приобретете программу с годовой абонентской платой, то есть все это будет максимально экономично для вас. И он начинает разбираться в тарифах, он заходит уже там в личный кабинет, смотрит все тарифы, какие-то задает вопросы. И еще раз я ему говорю, он такой говорит, ну да, надо посчитать, насколько это будет выгоднее. Я говорю, ну, я вам посчитаю. То есть зачем мне ждать, когда посчитает клиент? Я все это расписываю ему и показываю, что вот такая-то будет у вас экономия. Все, клиент откомментировал, что ему все понятно. И далее как раз этому же клиенту было важно находиться в топе. Я пишу, акцию прям для вас сделали. Вот, рассказываю, говорю, надо брать. Он пока еще там думает, сомневается, говорит, ну, немного дороговато. Но, тем не менее, я знаю, что я веду клиента и веду эту сделку. То есть она у меня идет вот в таком степ-бай-степ, да. То есть рано или поздно все равно здесь будет сделка с годовой. Поэтому вот такие примеры, скажем так, я у вас, для вас сегодня наковыряла из своих переписок, из своей личной практики. Берите это в работу. Ваш вопрос, который возник, Юля, по баннерам, когда они будут размещены в рекламе UDS? Смотрите. Баннеры будут размещаться после Нового года в порядке очередности клиентов, которые подавали заявки. И, ну, в среднем, если, ну, в пример, там шесть баннеров может загрузиться в одном городе, да. То есть если в одном городе таких было шесть клиентов, то они могут стоять одновременно. Если это там больше, то по очереди там на следующую неделю будет следующий клиент. То есть, в принципе, прям в ближайшее время начнут они появляться. Я видела сообщение саппорта, что баннер через неделю после оплаты годовой данного клиента. Вот. Поэтому, возможно, и до Нового года вы уже увидите, то есть следите в своих городах. Все. Осталось у нас для того, чтобы всех клиентов перевести на годовую две недели. Работайте на эту цель. Давайте посоревнуемся, у кого больше будет таких клиентов. Вот. И, конечно, увидимся с вами уже на итогах года. С наступающим Новым годом всех вас. Рада была сегодня провести для вас это обучение. Все. До встречи, ребята. Я отключаю запись. Остаются вопросы у нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова